...восема скидок, но я еще раз... Что именно вы имеете? Вот это синий радиосистик. Вот это? Да, вот это синий. Классно. То есть мы уже закончили разбор материала, а меня спрашивают, что же здесь такое нарисовано. Здесь нарисованы регулярно расположенные пачки актиновых и миозиновых филаментов. Напоминаю, что если подать энергию в зонах контакта, то миозиновое блокно вот так поползет по актинуму. Начнет с ними смещаться. Вот здесь и показано. Мы взяли, подали энергию на точке контакта, вот сюда, и миозиновые пачки въехали в актинуму. Они поползли и въехали в нас. В результате суммарная длина всей мышечной клетки уменьшилась. А если снять энергию, то она свободно может соскользнуть? Не, не скользнет. В том-то и дело, что ее обязательно надо приложить усилие, чтобы вернуть обратно. Ну, небольшие мышцы. Они же пришиты водородными связями. Ведь нога каждый раз, когда шагает, она на новом месте закрепляет все водородные связи. Нет, просто за счет при обратном движении усилий меньше надо. На самом деле у нас часть энергии работы любой мышцы идет не на полезную работу, а на то, чтобы растягивать мышцу антагонистку. На то, чтобы привести мышцу антагонистку в исходное растянутое состояние. На это на антроактивное объеме, она сама по себе не растянется. То есть конкретно такое КПД у этой мышцы? Борезка сороковника. Это очень высокий. Чтобы не сократить эту мышцу, мне надо работу против другой почти такую же проделать? Нет, меньше его значения, конечно. А иначе бы это было бессмысленное занятие. Нет, нет, меньше его. Бессмысленное занятие.